Которая бы тоже приложила все усилия для того, чтобы быть в... На том месте, на котором сейчас находятся теперь уже двукратные чемпионы мира Вензинсу и Цоньхан, спортсмены действительно уникального таланта, которые сегодня катались до слез. Зал тут стоял. В первую очередь мы хотим сказать славу благодарности каждому из тех, кто находится сейчас в зале. Ну, а также тем, кто работал с нами на протяжении всех этих лет, говорит партнер. Конечно же, он отдает должное и себе, и партнерше, и олимпийскому чемпиону Ванкувера, а ныне старшему тренеру сборной Китая Хон Жао. История преодоления отнюдь не завершается, потому что напомню, что совсем скоро, в 2022 году, в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, и сборная Китая, там нет никаких сомнений, будет представлять собой очень серьезную силу. Практически переполненные трибуны Суперарены в сайтами в пригороде Токио сейчас рукоплещут и продолжают восхищаться этими фигуристами. Но мы, конечно же, тоже очень рады за тот результат, который продемонстрировали фигуристы из нашей сборной. Евгения Тарасова, Владимир Морозов завершили эти выступления с лучшим результатом в сезоне, что собственным, что с мировым рекордом в короткой программе, и абсолютно лучшие прокаты в сезоне продемонстрировали и Наталья Забияко с Александром Элли. Не то слово, подготовились как следует. Ну что-что, а чемпионат мира в парном фигурном катании. Прошел на каком-то потрясающем уровне, и для нашей сборной в том числе. Смотрите, в произвольных программах все три российские пары установили свои лучшие достижения. В короткой чуть-чуть не издюжили Байкова-Козловский, но в целом тоже смотрелись более чем достойно. И результат в итоге просто потрясающий, с чем обязательно нужно поздравить и публику, и самих спортсменов, разумеется, тоже. С китайского на японский. Да, я хотела бы, чтобы мы поздравили Федерацию фигурного катания и всех наших трех саж, безусловно. Александр Горков, директор, да, который не отходит тоже от спортсменов и тренеров. И действительно, очень-очень сложная работа, потому что тренеры в семи подарок. И Александр Рафаэллович, и Александр Лакерник, да? Да, Лакерник, который разрешает нам, как нам двигаться, а им-то точно, и просто нет, нам вывечено, у него нет свободы, потому что он едет на каток. После своей работы он некоторым образом еще вообще профессор Бауманского института. Да, конечно, мне хочется поздравить его старшего тренера, по виду, Валеру Рафаэллович, который очень болен за это знает, как работать и определять направление, тоже для многих пары. Сегодня они им тоже считаются. Ну, и судя по тому результату, который показывают российские спортивные пары, это направление очень милое. Правильно. Конечно. Ты понял? На любом языке. Я на любом языке понимаю, Татьяна Натальевна, конечно. А как иначе? Японский мы изучили чуть лучше, чем в совершенстве, а на китайском мы говорим свободно и давно, благо олимпиады и старты в Китае проводятся с потрясающей регулярностью. Мы еще помним летнюю олимпиаду в Пекине, которая была в 2008 году. Не забудем тоже никогда. Надеемся, что и грядущая зимняя олимпиада в этом же городе пройдет с не меньшим успехом. Ну, а в следующем году, 2020, Токио, летняя олимпиада. Не совсем фигурное катание, но, тем не менее, тоже большой праздник. Здесь уже продаются и сувениры, и вовсю ведется организационная кампания, комитет работает на 100%. Но, что касается китайских спортсменов, то можно только присоединиться к поздравлениям в их адрес, потому что это фигуристы какого-то совершенно запредельного космического уровня. И они в очередной раз показывают, что при должном отношении к делу можно добиваться выдающихся результатов, даже при том количестве травм, которые всю карьеру преследуют этих по-прежнему еще молодых людей и уже очень больших, я бы даже сказал, великих спортсменов. Это, что мы хотим. Это самые эффектные, самые яркие моменты произвольных программ призеров чемпионата мира на третьей строчке по итогам главного турнира в сезоне. Наталья Забияка и Александр Энверт с потрясающими прокатами и очень высокими баллами с лучшими результатами в текущем сезоне. Второе место абсолютно заслуженно. Конечно же, очень хотелось бы золота, но, будем откровенны, китайцы. Китайцы показали, что они сегодня были сильнее. Это отнюдь не говорит, что они будут сильнее. И в следующий раз серебряная медаль Евгении Тарасовой и Владимира Морозова достойное окончание соревновательной части сложнейшего сезона для этой тоже выдающейся спортивной пары, которая тоже регулярно преодолевает различные сложности и выходит из них с блеском из самых сложнейших ситуаций. Первый успех к нашим спортсменам пришел с именами Белоусовой, Милы и Олега Протопопова. В 1962 году в Праге они стали вторыми серебряными. Начиная с 1965 года, 14 лет подряд, наша страна и наши спортсмены завоевывали только золото. Белоусова Протопопова в 4 раза, Роднина Уланов в 4 раза, Роднина Зайцев в 6 раз. Черкасова Шахрай 1 раз, Воробьева Лисовский 1 раз, Валова Васильев 3 раза, Гордеева Гриньков 4 раза, Мишкутенок Дмитриев 2 раза. Шишкова Наумов 1 раз, Ельцова Бушков 1 раз, Бережная Сихорубидзе 2 раза, Петрова Тихонов 1 раз, Татьянина Маринин 2 раза и Валсажар Сраньков 1 раз. Мы начинаем подготовку к следующему чемпионату мира. Мы близко. Мы вторые, третьи и шестые. И наши тренеры будут работать, наши спортсмены будут уверенными, творческими. Балетмейстеры будут создавать им выдающиеся программы, и мы будем побеждать. Мы этого очень хотим. Ну и будем получать заслуженные награды. Сейчас все готовы к церемонии награждения, на которую первый день выкатываются бронзовые призеры чемпионата мира. Наталья Забияко, Александр Энбер. Саша, Наташа. Это ваша мечта. Вы работали, как в шахте, как говорил мой папа. Я люблю, как в шахте, как в шахте. Дальний. Евгения Тарасова, Брадимир Морозов, Брадимир. Серебряная медаль. Третий год подряд на пьедестале чемпионата мира. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронза 2017, серебро 2018 и еще одна серебряная награда 2019 год. Вова, Женя, спасибо вам большое, что вы не сдались. У вас очень трудный был год. Вас передавали другому тренеру. Вас возвращали обратно. Но это безусловно. Я очень рада. Это Максима Транькова. Я очень рада, что все закончилось правильно в этом году. Правильно. И вы заслужили то, что вы получили. И спасибо Пете большое за то, что он вам создал программу. Петер Чернышев. Чернышев он. Вторая золотая медаль на взрослом чемпионате мира в карьере этих уникальных спортсменов. Фэн Зин Суи, Кон Хан, харзмены из Китая с золотыми медалями на первенстве планет. И вновь звучит музыка из произвольных программ. Каждый из пар, которые оказываются на пьедестале почета, дождь в этих карих глазах превратился в дождь золотой. Спасибо вам большое, ребята, за то, что невозможно было дышать. За то, что мы присутствовали при... При вашем невозвращении, а просто при этом космосе, в который вы нас отправили. Вот как хорошо взял ее и туда поставил. Мой сам президент Международной Федерации и Международного Союза фигуристов и конькобежцев идет награждать спортсменов, которые разыграли первый комплект наград на чемпионате мира. Толландец Ян Дайкема. Мистер Ян Дайкема. Как же приятно видеть на пьедестале почета российских спортсменов, которые своим очень сложным, очень тяжелым, каторжным трудом набиваются вот этих успехов. Причем показывают такую легкость в исполнении программ, которой веришь. А ведь за этим стоит ежедневный многочасовой очень тяжелый труд. Я очень рада. Я очень рада этому результату. Второе, третье и шестое. И есть куда двигаться. И понятно, что надо делать. Чем нужно победить? Чем можно превзойти? Или просто победить, не превзойдя? Я думаю, что чистейшими исполнениями четверных выбросов. Все-таки четверных, никак без них, да, Татьяна? Я думаю, что у каждого есть свой пульс. У кого-то есть и кто-то родился вот с таким мгновенным талантом. Кто-то столько прокатался лет, что когда берешь руку, ты чувствуешь, что это твоя рука, да? Но чего-то Бог поцеловал. Кто-то работает очень много. И все эти люди встречаются вместе. И, конечно, можно ждать пока те, кто сильнее тебя, ошибутся. Но они не будут ошибаться. Они в этом космосе будут летать. И поэтому нужно придумать и решить, чем это брать. Потому что мы видели исполнение. Разница тоже, конечно, очень большая. Между первым и вторым местом сколько разницы в баллах? Но в итоге получилось 5,5. Вот потихонечку посмотреть, за счет чего мы можем... Даже 6,5 это не в ту сторону. Да, мне тоже кажется, 6,5. Ну и абсолютно заслуженное золото и гим Китайской Народной Республики в честь чемпионов мира. Субтитры создавал DimaTorzok И все-таки два российских флага сейчас поднимаются надо льдом, над залом. С утра с сайтами наше фигурное катание продолжает находиться в мировом топе. Вместе с вами за этой красотой наблюдали Татьяна Тарасова, Александр Грейшин. Чемпионат мира только разогревается, только начинается. В педе выступления мужчин в соревнованиях короткий и произвольный программ. Сегодня короткая программа у представителей сильного пола. Дальше будет только больше. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Смотрите фигурное катание и получайте удовольствие. Дальше больше. Дальше. 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 Только исключительно полезные фрукты.